Итак, друзья, сегодня мы с вами стали свидетелями официальной церемонии финиша и закрытия Зеркового ралли 2017. Вот здесь, в парке Шевченко, в городе Героя Одессы, собрались участники Зеркового ралли. И как раз именно сейчас Григорьев вещает со сцены. Два десятка спортсменов, офиситов, молдаван, жителей бывшей Российской империи в сторону Крыма. Они ехали в так называемый Одесский автопробег 1912 года. По тяжелым дорогам и бездорожью они совершили за 4 дня прыжок в Севастополь и вернулись назад. Старт в Одессе происходил на Пересельке. Кто знает, тот понимает, где этот район в Одессе. Ровно через 105 лет, 14 июля, оттуда стартовал Одесский автомобильный возрожденный клуб имени Федора Шахматова. И через южную петлю Одесса-Херсон, Одесса, участники этого пробега вернулись в рамках Зеркового ралли вчера на площадку Одесского аэродрома Большого взлетка. Кроме того, в рамках нашего ралли Зеркового разыгрывался приз в памяти 1912 года автопробега Варшавского, который прошел через земли Украины, спортсмены, наши предки-автомобилисты совершили 3000-мильный пробег из Санкт-Петербурга в Москву через Варшаву и Киев. Таким образом, мы скажем так, через столетия мы хотим сантинить нас с теми людьми, которые впервые эксплуатировали автомобили и были первыми автомобилистами этих земель. Сегодня, через час приблизительно, вы сумеете увидеть здесь, в одной из удобных каких-то афишных тумб, мы вывесим итоги нашего раллийного соревнования этого года. Участники ралли сумеют ознакомиться со своими результатами, итогами, штрафными баллами, призовыми баллами за проведение. Они могут оспорить их в течение ближайшего часа после официального оприлюдивания этих результатов. В дальнейшем комитет раллий принимает эти результаты, если не будет потисти окончательными и приблизительно в 15 часов мы планируем провести вручение призов и награждение призеров. В промежутке между часом и тремя днях хотелось бы провести несколько мероприятий, связанных с Зерковым раллийом в рамках Зеркового ралли. Прежде всего, по очень удачному стечению обстоятельств приехали в Одессу сразу три эксперта по автомобилям от Комиссии исторических транспортных средств Федерации автоспорта Украины. Таким образом, любой желающий коллекционер старой техники может сейчас воспользоваться этой возможностью и будет проведена экспертиза на оригинальность, на аутентичность вашего транспортного средства. Эксперт зафиксирует процент его соответствия с заводскими образцами. В дальнейшем вы сумеете получить паспорт на ваше транспортное средство от Комитета исторических транспортных средств.